Вопрос строительства АЭС был выдвинут в рамках торжественного завершения проекта рекультивации урановых руд на территории промышленной площадки Табашар в городе Истеклол. Эксперты отмечают, что строительство атомной электростанции в Таджикистане сыграет положительную роль, так как это поможет сберечь водные ресурсы во всем Центрально-Азиатском регионе. Ведь ГЭС отнимает воду, которая очень необходима Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. В Таджикистане электричество производится в основном на ГЭС и небольшая часть на тепловых площадках. Сейчас ведется строительство Рагунской ГЭС. По части Таджикистана возобновили строительство Рагунской ГЭС. Это достаточно будет крупный энергетический объект. Его стоимость обценивается порядка 3,9 миллиарда долларов. Вопрос состоял в том, откуда он найдет деньги. Деньги пытаются найти за счет размещения бондов, так называемых долговых обязательств. И вот эти бонды, их, насколько знаю, выкупали в основном американцы и европейцы. Но факт то, что все-таки это остается дорогостоящим проектом, и Таджикистан рассчитывает на то, что обеспечит не только свою энергетическую безопасность, но и сможет продавать электроэнергию. Реализация подобного крупного проекта типа Рагунской ГЭС, требующего больших инвестиций, может послужить своего рода опытной площадкой перед строительством атомной электростанции в Таджикистане. По словам эксперта, в большой степени реализация такого проекта – это вопрос финансирования. К примеру, АЭС в Узбекистане оценивается в 12-13 миллиардов долларов, отмечают Каражанов. Говоря в целом о Центральной Азии, то в Казахстане тоже обсуждается вопрос строительства атомной электростанции, но здесь есть определенные проблемы. Ну, вы поймите, что Казахстан, как говорится, пережил такой негативный опыт с ядерным полигоном Семипалатинский. То есть у нас население, оно достаточно болезненно, чувствительно относится к разного рода проектам, где используется ядерная энергетика. То у нас вот это очень сильно сделают. Второй момент – это неуверенность общества, что вот эти объекты не приведут к каким-то технологическим катастрофам, потому что мы все понимаем, что это требует высокой квалификации специалистов, их подготовки. И еще один такой момент – это постоянно надо следить за безопасностью на этих станциях. В этом году президент Казахстана поднимал вопрос строительства АЭС и было сказано, вопрос был решен на референдуме. Подобные вопросы ранее принимались на уровне правительства, но здесь руководство страны идет навстречу людям. Эксперты отмечают, что вначале на уровне гражданского общества должен быть достигнут консенсус относительно развития атомной энергетики. Продолжение следует...